МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. После капитального ремонта открылся офис общей врачебной практики в Расторгуеве. Безусловно, мы будем продолжать эту практику с выездом узких специалистов. Завершился 23-й традиционный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2023». Мы видели несколько работ, которые были посвящены распятию, погребению Христа. На стадионе «Металлург» перед началом нового мотобольного сезона проходят последние тренировки видновской команды. Что сезон грядущий нам готовит? У нас есть пресс-сезонные тренировки. Занимаемся в бассейне, спортзал, играем там в футбол в спортзале тоже. Расторгуевский офис общей врачебной практики открылся после капитального ремонта. Обрести второе дыхание медицинское учреждение смогло благодаря государственной программе Московской области по модернизации первичного звена здравоохранения. Подробности в репортаже Татьяны Бурловой. Обновленным, светлым. Именно таким Расторгуевский офис общей врачебной практики встретит своих пациентов. Капитальный ремонт, который длился полгода, закончен. Долгожданного события ждали все жители Расторгуевской части Видного. Именно они просили отремонтировать медицинское учреждение. Эта инициатива наша, конечно, была большая. Большая, да, но нам даже замминистра, я не помню, как его фамилия, даже сказал спасибо, что вы хлопочете за свой народ, переживаете. Был разодран линолеум, было плохое освещение, мы его пригласили. Это было года полтора назад. Он приехал со своими специалистами, докторами. И вот тут же, буквально в течение недели, не больше, нам поставили заплатку, мы уже не запинались на этом линолеуме, освещение наладили. И тут же он сказал, что да, сейчас вот это мы подправим, но ремонт, основательный ремонт будет сделан. И вот, пожалуйста, мы сегодня открываем после хорошего, замечательного ремонта. Учреждение было открыто еще в начале 70-х, но такой масштабный ремонт, благодаря государственной программе Московской области по модернизации первичного звена здравоохранения, провели впервые. Ну, поликлиника нужна. Жители Расторгуева территориально и географически отделены от города. Людям надо добираться на двух автобусах, поэтому она здесь в свое время была организована. Ну, состояние было такое плачевное, оно в старом здании находилось деревянным. Благодаря финансированию, в большей степени областному, поликлиника была переоборудована. Надо отметить, что модернизировано не только само здание, обещают улучшить и обслуживание. Здесь и врачи общей практики, это и терапевты, и педиатры. Также у нас здесь дневной стационар, также у нас здесь берутся все анализы, которые необходимы, ЭКГ в том числе. Ну, и безусловно, мы будем продолжать эту практику с выездом узких специалистов. Все ремонты, они сопровождаются из-за замены мебели и необходимы оборудования. Все происходит, единственное, что иногда это происходит поэтапно. Но, безусловно, этот офис врачебной практике, он имеет большое значение для местных жителей. И, соответственно, мы реагируем на их вопросы, на их потребности, безусловно, и наполняем и специалистами, и оборудованием тоже. К Расторгуевскому офису прикреплено порядка 12 тысяч жителей. В смену медицинские работники могут принять до 50 человек. Первые пациенты придут уже завтра. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Завершился 23-й традиционный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2023». В кинотеатре «Искра» прошла торжественная церемония награждения 150 победителей. Всего же в конкурсе приняли участие 567 человек, представляющих 34 учреждения Ленинского городского округа. Прощайте и прощены будете! Или, как он сказал, счастливы плачьи, ибо они утешатся. Традиционно перед награждением победителей конкурса «Пасхальная радость» в Большом зале кинотеатра «Искра» проходят представления по мотивам евангельской истории о страданиях и воскресении Иисуса Христа, а работы победителей всежелающие могут увидеть в фойе. Разные техники ребята используют. Столько вкладывают любви в свои композиции, в свои картины. Конечно же, это достойно уважения и восхищения. Жюри пришлось нелегко. На этом 23-м традиционном конкурсе было представлено более 580 работ, и выбрать лучших из лучших было задачей непростой, но весьма увлекательной. Работа, конечно, качественнее, продуманнее. Номинации более раскрываются детьми. Чувствуется, что педагоги прорабатывают эту тему, и дома прорабатывается. И работа очень интересная, отсматривается. Интересен и подход многих участников к сюжету, который они воплотили в своих рисунках и подделках, что также отметили члены жюри. Мы видели несколько работ, которые были посвящены распятию, погребению Христа и тоже очень достойных работ. То есть дети вошли еще и в эту атмосферу. Атмосферу не только ликования и радости, но и атмосферу страдания. Пережили как бы евангельскую историю, и это очень важно. Всего 150 человек стали призерами конкурса. 29 из них получили гран-при в различных номинациях. Остальные – дипломы 1, 2 и 3 степени. Многие работы удивляют мастерством исполнения, как, например, хлебница Елизаветы Горбовой. Пришла идея именно к форме, потому что она более-менее похожа на кулич. Выполнена она в геометрической резьбе, или же по-другому трехгранно вымчатая. Времени на нее ушло около года. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 18 лет, а также педагоги, работники учреждений культуры и жители округа. Шестилетней Алисе Попельшевой тоже пришлось немало потрудиться, чтобы стать обладателем гран-при. Идея и воплощение – это исключительно Алисины. Так что все похвалы, все награды только есть. Традиционный открытый окружной конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» проводится при поддержке администрации Ленинского городского округа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» перед началом нового мотобольного сезона проходят последние тренировки видновской команды. Что спортсмены готовят для болельщиков в этом году и с каким настроением идут на чемпионат России, узнала наш корреспондент Юрия Погосян. Период без мотобола подходит к концу. Совсем скоро в «Видном» состоится торжественное открытие чемпионата России 2023 года. У команды «Металлург» последние приготовления к сезону, в котором просто необходимо вернуть звание чемпионов. Ведь в прошлом сезоне почетное звание заслужил главный соперник последних лет команда «Колос» из Ставропольского края. В связи с погодными условиями в этом году вовремя начать тренировки «Металлург» не смог. Темпы пришлось наращивать, чтобы достойно выступить в чемпионате 2023. У нас очень обновился состав, так скажем, и поэтому все не то, что новое, а старое, чтобы ребята понимали, кто куда ехал, и вот этот ансамбль, чтобы он заиграл хорошо. Вот на это упор делаем. Ну, конечно, новое пытаемся внедрять, но очень мало времени. Я думаю, в течение сезона, мы где-то к осени уже будем намного интереснее. Ну, и на кубки команды, думаю, будет тоже очень интересно. Из большого спорта ушел легендарный игрок «Металлурга» Антон Гусев. Ему на замену президент команды Валерий Нефантьев пророчит молодого мотоболиста Артема Ковтуна, который ранее играл во втором составе и показывал хорошие результаты. На плечи Артема ложится большая ответственность. У нас есть пресс-сезонные тренировки, занимаемся в бассейне, спортзал, играем там в футбол в спортзале тоже. Поэтому занимался, готовился, да, поэтому понимал, что в этом году большая ответственность на меня. Будет тяжело, особенно мне подстраиваться под ребят надо будет. Молодой, неопытный еще, так сказать, в основном составе еще не успел проявить себя. Вот, так что, ну, буду стараться. В первой игре чемпионата России по мотоболу 2023 года видновский «Металлург» встретится с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ. Продолжаем тему с нашими сегодняшними гостями, президентом мотобольной команды «Металлург» Валерием Нефантьевым и вратарем команды Алексеем Семеновым. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам на эфир. И первый вопрос, Валерий Григорьевич, к вам. В прошлом году команда завоевала Кубок России, а вот с чемпионатом России как-то не задалось. Как в этом году настроена команда? Исторически повелось. «Металлург» всегда, я всегда говорю, с легкой руки Павла Федоровича Гаевского бороться только за первое место. Поэтому мы, конечно, стараемся и готовимся всегда бороться за первое место. Ну, в этом может быть, кстати, и прелесть спорта, что непредсказуемо. Как у нас говорят, мяч круглый, поле ровное. Кому, куда он покатится, кто его забьет, а кто его не пропустит, от этого зависит результат. Ну, конечно, будем стараться вернуть себе звание. Ну, «Колос» впервые стал чемпионом России, а «Металлург» стал бы 35-й раз. Поэтому, с одной стороны, приятно за ребят, но мы не привыкли, конечно, к таким поражениям. Вот кроме упомянутой вами команды, вообще, как оцениваете других конкурентов? Ну, уровень команды в спортивном мастерстве все-таки растет, растет. Агрокомплекс, он все время, вот, агрокомплекс уже в тройке, ну, где-то лет 10. И вот-вот-вот-вот должен, должен. Уже с «Колосом» он в ничью играл. С нами, правда, еще не играл в ничью, а тем более не выиграл. А с «Колосом» уже у него были ничьиные результаты. Поэтому, я думаю, будет подрастать команда. «Комета» хорошая, Кущевская команда тоже прогрессирует. Они, у них юноши, чемпионы России были несколько раз. То есть, есть запас, есть смена ведущим «Аэрокам». Ну, и самое главное, при большой конкуренции выигрывает, прежде всего, зритель, потому что ему будет смотреть куда интереснее. Ну, Алексей, а вот вы как поддерживаете слова президента, то есть, насколько команда действительно готова, и самое главное, каков моральный настрой на будущий сезон? Ну, естественно, как сказал Валерий Георгиевич, «Металлург» – это та команда, которая исторически привыкла бороться за самые высшие места. И кроме как о победе, для нас речи не идет. В каком бы соревновании мы не приняли бы участие. А вот не давит вот эта вот ответственность, что вот требует только самого-самого лучшего, морально не подкашивает, скажем так, или наоборот, как-то к новым победам. Ну, я тут могу, наверное, только за себя говорить. Вначале, так сказать, своей там карьеры, в середине это давило. Сейчас, наверное, не давит. Научился просто получать уже удовольствие от процесса, так скажем. Это приносит удовольствие, это нравится. Ну, это, наверное, самое главное. Кстати говоря, об удовольствии, я знаю, что вы воспитываете уже такую плеяду, скажем так, продолжателей этого славного дела, победителей, в том числе вратарей. Расскажите подробнее. Да, ну, в прошлом сезоне у меня был только один сменщик, молодой, Данила Усов, 19-летний. Вот сейчас вернулся Дергунов Илья, он был на срочной военной службе, восстановился в рядах Металурга, так скажем. И вот сейчас еще из команды юношей Олег, паренек тоже подходит на тренировки, к нам 16-летний, такой, ну, хороший, мячей не боится, все резкий, прыгает, то есть, ну, опять же, хорошо, когда у ребят сейчас такая небольшая разница в возрасте, у них между собой будет, естественно, конкуренция очень большая, вот, сейчас из них, ни у кого из них нет каких-то явных преимуществ, вот, ну, и мне все-таки полегче становится, немножко на тренировках, потому что такой большой объем работы уже становится сложно, но перелопачивать. – Валерий Игоревич, а в этом году Кубок России где будет проходить и сколько команд будет участвовать? – Кубок России будет проходить в Епатова, Ставропольского края, с 1 по 8 мая. Участвовать будут 7 команд, которые принимают участие в чемпионате России, поэтому, естественно, Епатова будет у себя на родине постараться, ну, мы тоже будем стараться, я думаю, ребята забьют, а Алексей не пропустит, поэтому будем биться. – Ну да, традиционно все-таки, да, на домашнем поле как-то и сил побольше. Я думаю, вам стоит обратиться к нашим зрителям, да, так сказать, лично пригласить их на те игры, которые будут уже в ближайшее время. – Ну, дорогие зрители, вы знаете, в конечном итоге спортсмены играют для вас, показывают свои максимальные возможности именно для зрителей, чтобы вы получали удовольствие из-за того, что вы приходите на стадион «Металлург», и что вы болеете за команду. Поэтому приходите, пожалуйста, первая игра состоит в эту субботу, 22 апреля в 17 часов на стадионе «Металлург». Мы принимаем команду «Кировец» из станицы Полтавска, Краснодарского края. – Ну что ж, хорошо, я надеюсь, что трибуны, как всегда, будут полны. Вам спасибо, что пришли к нам на эфир, ну и, конечно же, удачи. – Спасибо. – А я напомню, что мы беседовали с президентом мотобольной команды «Металлург» Валерием Нефантьевым и вратарем команды Алексеем Семеновым. К другим новостям. Разыграем хоровод. Концертную программу под таким названием представил в Центральной видновской библиотеке Театр народной музыки Иван да Марья. Московский коллектив уже в пятый раз радует видновчан своим творчеством. Подробности в нашем следующем сюжете. Русский фольклор разных областей России, авторские песни, народные обработки и зажигательные танцы. Именно этим запомнился и полюбился видновским зрителям коллектив Иван да Марья Московского культурного центра Москворечья, частый гость Центральной видновской библиотеки и других концертных площадок. Первый раз, конечно, это было лично. Они были там и в русских народных костюмах, и в цыганских. Что там только они не творили. И потом уже зрители сами стали просить, а когда же будет Иван да Марья. На днях Театр народной музыки Иван да Марья вновь уже в пятый раз выступил в зале Центральной библиотеки, представив концертную программу под названием «Разыграем хоровод». Есть обработки народных песен и песни российских и советских композиторов либо в классической оранжировке, либо в современной стилистике обработки, эклектика какая-то. Ну, как вы, наверное, слышали. То есть мы соединяем, какой-то микс делаем. Так что было интересно и нашим артистам, и нашим зрителям. И все это получалось весело, зажигательно, интересно, не скучно, душевно. Коллектив довольно молодой. Он существует с 2015 года. Тем не менее, за восемь лет не раз становился лауреатом и обладателем гран-при различных престижных международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Да и зрители Ивана да Марья всегда принимают на ура. Очень нравится. Задорный, веселый, красивый. Участники и солисты Ивана да Марья признаются, на каждую репетицию, каждый концерт они идут как на праздник и совсем не считают свою музыку старомодной. Когда я рассказываю об этом своим друзьям, когда я им показываю видео, они говорят то, что ничего себе. Во-первых, они спрашивают меня, тебе действительно это нравится или нет. Но большинство моих сверстников как раз у меня в коллективе, то есть мои друзья, они вместе со мной выступают. Некоторых друзей я приглашаю к себе на концерты. И всем очень нравится. На сцене получаешь такой заряд эмоций, что это даже не описать. Поэтому удачи им всем. Это очень классно, заниматься народными пением и народными танцами. И смотря на реакцию зрителей, в зале казалось, что и они сами готовы вот-вот впуститься в пляс. Екатерина Борисова, Снежана Казак, Марика Иванова, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова